Ассоциация юристов Сегодня мы поговорим об IT-технологиях. 50 лет назад появился данный термин и в последние десятилетия активно используется в сфере права. Многие сейчас идут по данному направлению. Именно поэтому мы решили взять сегодняшнюю тему. Будем говорить о защите бизнеса в сфере высоких технологий. У нас в гостях руководитель юридической компании «Право просто» Трошихина Мария Александровна. Давайте поприветствуем. Мария, ну расскажите, почему именно IT-сфера, почему именно пошли в этом направлении, чем она для вас интересна. Расскажите нашим телезрителям, участникам сегодняшнего мероприятия. Ну, наверное, IT-сферу на сегодняшний день вообще сложно переоценить. И каждый из нас, наверное, с каждым годом все больше и больше замечает, что все больше и больше часть нашей жизни начинает состоять из тех или иных продуктов, результатов, интеллектуальной деятельности в сфере IT. И так случилось, что на самом деле не только это привело меня к этой сфере деятельности, но и тот факт, что я начинала вообще с юриста, скажем так, в предпринимательском праве. То есть я сопровождала различного рода хозяйственные организации в большинстве своем. Это в сфере, скажем так, нефтепереработки, нефтедобычи, потом строительства. И мало-помалу меня стали касаться вопрос корпоративного права, а далее интеллектуального. Так вот, в сфере, скажем так, работы юриста, в сфере IT, все эти сферы, как и предпринимательское право, если ее можно выделять как отдельную отрасль, конечно, так и корпоративное интеллектуальное право, все эти знания мне очень пригодились. Поэтому на сегодняшний день, вот в силу комплекса этих причин, я оказалась в этой сфере, где мне очень-очень интересно. — Тогда продолжим наш разговор. Я хочу, наверное, затронуть одну из важных тем. Это защита продукта. Все-таки результатом любой интеллектуальной деятельности является продукт. Так вот, на что стоит акцентировать внимание? Что это вообще? Как защищать? С чего начать? Скажите, пожалуйста, и вообще стоит ли, и от кого защищать данный продукт? Ну, вообще продукт, чтобы просто было понимание, что это такое, тот самый результат интеллектуальной деятельности. Неважно, в чем он выражен, но если мы говорим, естественно, об IT, то это, конечно же, программное обеспечение, а именно исходный код, который разрабатывается IT-специалистами. Назовем их вот общим словом так. В чем суть? В том, что вот этот программный продукт или исходный код, можно как угодно называть, это основной актив любой IT-компании. Поэтому нужно или не нужно, обязательно защищать нужно. Каким образом? Все зависит от самого продукта. То есть, если это непосредственно исходный код, то для него предусмотрены различные способы защиты. Если это не только программа, но и она выражена в каком-то механизме или, возможно, в какой-то модели, то здесь я уже приближаюсь больше к патентованию, это уже полезная модель. Соответственно, здесь способов защиты может быть очень много, и все зависит непосредственно от продукта. Поэтому IT-компаниям необходимо для начала определиться вообще, с чем мы имеем дело, что мы защищаем. И в данном случае, конечно, очень нужны квалифицированные грамотные юристы, которые смогут вообще определить, о чем идет речь, и уже посоветовать правильный, не очень дорогой способ защиты. Как мы понимаем, мы все-таки находимся в реальном мире, и финансы — это очень важно. Спасибо. У меня вопрос такой возник. Здесь сидят молодые юристы. Какие, возможно, советы можно дать, с чего начать? Вот если у кого-то появится желание заниматься защитой бизнеса в сфере IT-технологий, какие, может быть, шаги стоит сделать для того, чтобы погрузиться в эту среду? Ну, я сама закончила юрфак КФУ, и из своего опыта могу сказать, что нужно начать с очень такого, знаете, ответственного изучения, очень серьезного погружения в гражданское право. То есть, если у вас уже есть эта дисциплина, то всерьез рекомендую вам уделить ей больше внимания. Это в дальнейшем вам очень поможет. Вне зависимости от того, на самом деле, какой сферой вы займетесь, ну, если мы не говорим об уголовке, конечно. Вот, но если вы пойдете в сферу IT, то гражданское право – это тот базис, который вам будет просто необходим. Потому что IT – это не только патентование защиты непосредственно продукта, это комплекс, скажем так, комплексный подход нужен в данном случае. В чем он выражается? В том, что IT – это же не только, вот мы создали продукт и сидим с ним, IT-компании, они этот продукт либо продают, либо сдают, ну, продают как бы по лицензии, то есть, грубо говоря, сдают в аренду, да, и на этом зарабатывают. Скажем так, финансовых схем может быть много, и это требует от нас возможности и знаний именно в гражданском праве. То есть, гражданское право дает нам тот самый базис, который в дальнейшем помогает как раз-таки комплексно защищать и продукт, и самого руководителя IT-компании, если мы говорим уже, да, вот именно о внутренней работе в IT-компании, так и IT-компанию, когда она работает у нас с заказчиками, потому что это тоже как бы важный вопрос, и это целое направление деятельности, в том числе и нашей компании. Вот, поэтому гражданское право, очередь мне даю. Все гражданское право. А как быть разработчику, например, он не является юристом, да, он сам разработал, возможно, сам как бы учился, да, с чего ему начать, то есть обращаться сразу к юристу, или он может какие-то сам сделать первые шаги по защите своего продукта на этапе разработки, и потом уже на этапе, возможно, продажи бизнес-продукта, чтобы не было никаких правовых вопросов в этой сфере? Ну, вообще, конечно, начинающему разработчику я бы посоветовала обратиться просто к своему приятелю или другу-юристу, который там студенту, возможно, для того, чтобы сразу как бы не тратить огромные деньги на сопровождение. Это я не к тому, что я беру огромные деньги, конечно же, но в целом для начинающего бизнеса любая копейка, она как бы на счету, вот, поэтому вообще я обратила внимание на то, и почему мне особенно приятно, прошу прощения, особенно приятно работать с разработчиками, потому что это очень продвинутые в целом люди, которые много чем интересуются, которые, скажем так, не боятся ознакомиться и пропустить через себя даже, я имею в виду информацию, которая не относится к их специализации, и поэтому, как правило, мы общаемся уже с теми людьми, которые, в принципе, на каких-то базисных началах понимают, о чем идет речь. То есть, когда к нам приходят, скажем так, представители IT-сектора, они, в общем-то, и в целом понимают, для чего они приходят. Поэтому, если говорить о разработчиках и начинающих, и, например, если бы к вам подошел, там, не знаю, ваш друг, приятель с ВМК и спросил бы, что ему делать, то я бы в первую очередь посоветовала, пока он разрабатывает свой исходный код, никому о нем не рассказывать, если он делает это сам. А если рассказывает или делает это вместе со своим каким-то другом или приятелем, на всякий случай скачать из интернета соглашение о конфиденциальности, прочитать, как правильно его нужно заполнить, когда оно работает, а когда нет, и подписать с ним на всякий случай соглашение о конфиденциальности, чтобы он никому ничего не рассказывал. Вот. А когда все-таки, ну, раз уж мы начали говорить, а когда разработчик все-таки свой продукт разработает, ему же нужно будет свой код защитить. Вот. И тут тоже сразу как бы хочется поделиться такой вот небольшим лайфхаком, скажем так. Бесплатно. Вы наверняка, если открывали четвертую часть, наверное, нет еще, да, я так полагаю? Открывали. Уже открыли. Хорошо, понятно. В общем, вы наверняка обратили внимание на то, что исходный код, он как бы защищается авторским правом. Вот. Соответственно, здесь очень важно доказать, если вдруг возникнет какой-то спор, что тот самый исходный код принадлежит именно вам. Ну, то есть, или вашему другу, который к вам пришел за помощью. Соответственно, если у него на сегодняшний день нет совершенно никаких средств, времени, возможностей защитить свой код, то одним из таких очень хороших вариантов является, такое страшное очень слово, депонирование. Но, как бы, депонирование, оно может быть разным. Вообще, по закону, как вы, наверное, знаете, тоже. Секундочку, а все такое депонирование, давайте расскажем немножко. Да, сейчас я вот подойду к этой теме тоже, просто чтобы, опять-таки, было понимание. По закону код защищать как бы как товарный знак, например, чтобы он приобрел статус товарного знака, не нужно. То есть, вот вы его разработали, и вы сразу стали его полноценным правообладателем. Соответственно, для того, чтобы как-то потом в дальнейшем доказать в суде, если вдруг там кто-то ваше право, там, не знаю, ваш исходный код украл и воспользовался, и начал разрабатывать огромные деньги, а вы нет, то в этом случае было бы здорово достать, например, ну, не знаю, какой-нибудь лицензионный договор с приложением, где описан полностью этот код. К чему я веду? Вот где описан вот этот полностью код, это и есть то самое депонирование. То есть, вы, грубо говоря, зафиксировали момент. Описание, получается, всего продукта. В общем-то, да. То есть, вы, грубо говоря, фиксируете датой тот момент, когда вы этот исходный код придумали. Если вдруг в дальнейшем оказывается так, что, в общем-то, вот случилось такое недобросовестное поведение со стороны тех лиц, которые там получили его во владение, то вы сможете, в принципе, это доказать. Соответственно, это не обязательно выбирать форму лицензионного договора. Можно придумать все, что угодно, лишь бы код был зафиксирован. Некоторые делают так, что пересылают его себе по электронной почте, например. И потом в дальнейшем с помощью услуг нотариуса протоколируют эту запись и показывают ее в суде. То есть способов может быть масса. Главное, каким-то образом в суде доказать, что вы тогда-то придумали этот код, и этот код действительно ваш. Ну, естественно, мы должны понимать, что в суду, когда мы приходим, мы должны доказать, что там должны быть наши фамилии, отчества, должны быть какие-то идентифицирующие нас данные. Поэтому некоторые выбирают способ лицензионного договора, то есть не сам себе, естественно, да, не сам собой, допустим, заключает этот договор, не знаю, со своим другом, например, на какой-то определенный период, на месяц, например. Или вот опять-таки по электронной почте высылают. Некоторые раньше, как раньше это было, по-моему, с литературными произведениями, когда сами себе отправляли Почту России с описью вложения. Ну, в общем-то, Почту России я бы не рекомендовала. Не просто как бы. У меня в связи с этим вопрос тогда. Как быть? То есть вот я заказчик, заказываю продукт. То есть в этом исходном коде может быть, например, фамилия, имя мое указано? Или как? Это хороший вопрос, кстати говоря. Например, вообще, когда автор придумывает какое-то свое произведение, вот вы как автор физическое лицо, юридическое лицо автором быть не может, только физическое. Вот вы придумали свои произведения, и в авторские права входит право на имя. Это означает, что если кто-нибудь использует ваш продукт, кстати, это уже неважно, это исходный код или неисходный, все что угодно, все, что защищается авторским правом, то, соответственно, не указывать ваше имя можно только в том случае, если с вас взяли разрешение на анонимное использование, результат интеллектуальной деятельности, автором которого вы являетесь. Вот. Поэтому, вообще, когда заказчик заказывает какую-то услугу у разработчиков, как правило, имеется в виду все-таки отчуждение полностью исключительных прав, когда заказчик заказывает конкретный продукт. Например, я или вы, например, решили у меня заказать приложение какое-нибудь, мобильное. Да, что модно сейчас в своем среде молодежи в сервисе. Ну, да, кстати, да, сейчас и сами все разрабатывают уже. Но, тем не менее, допустим, вы крупный заказчик, и вы решили у меня заказать, я вот такая молодая IT-компания, разработчик, вы решили заказать у меня приложение. И часто довольно-таки задают эти вопросы. Как правило, все-таки подобного рода договоры предполагают под собой полное отчуждение исключительных прав на этот продукт. То есть я могу использовать его для своих каких-то непредпринимательских целей, то есть внутри компании, может быть, там, не знаю, использовать в дальнейшем вот эти вот наработки для других каких-то продуктов новых и так далее. Но это все как бы не должно под собой подразумевать коммерческую деятельность. То есть тот же самый продукт еще кому-то отдать я не имею права. То есть вот я взяла ваши деньги, я на них создала мобильное приложение, я вам полностью это мобильное приложение отдаю. Поэтому здесь речь о том, чтобы там стояли именно авторов-разработчиков, конечно, не идет. Более того, кстати говоря, это очень интересная тема, потому что на самом деле вопрос трудовых отношений между руководителями IT-компаний и разработчиками это тоже довольно интересный вопрос. Не знаю, задавались ли вы им, но сейчас IT-компании им задаются. Почему? Потому что изначально это право собственности на результаты интеллектуальной... Да, именно разработчику. Не IT-компания, а именно разработчику. Да, абсолютно верно. Он должен передать их. Да, именно так. Соответственно, трудовой договор между руководителем IT-компании, ну собственно, IT-компанией и разработчиком должен быть тоже очень корректным. Почему? Потому что по закону, у нас тоже тут все не так просто. По закону, для того, чтобы вот эта вот, скажем так, передача исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности была правомерной, необходимо соблюсти определенные условия. Что это за условия? Это означает, что работодатель должен выплатить вознаграждение, ну то есть сверху заработной платы, заработная плата, она идет и идет ежемесячно, но за отчуждение исключительных прав. Как премия, наверное, да, возможно? Да, но вот здесь в данном случае именно правильно важно очень оформить, что вот это именно конкретно вознаграждение. За результат, никак не за процесс. Советный результат, именно так. И кроме того, этот результат интеллектуальной деятельности, он должен быть сделан по заданию. То есть, вот я получила от вас заказ, вот мобильное приложение, и я своему работнику даю в письменном виде служебное задание. Ну это как в идеале. Пожалуйста, сделай вот это вот. Он сделал, говорит, вот я сделал, мне, пожалуйста, вознаграждение. Я выплачиваю, и тогда он уже не будет никаких претензий иметь. А если этого не сделать, не сделать вот комплекс вот этих мер, служебное задание и вознаграждение, то в этом случае как бы бывают всякие дела. Когда судебные, да? Да, судебные, конечно. Когда авторы, когда разработчики понимают, что они сделали что-то очень крутое и не сплатили очень мало. Я хочу еще. Да, да. Это, собственно, и закон это позволяет, это справедливо. В связи с этим тогда вопрос. Понятно, что основная функция юриста – это просчет вот этих правовых рисков, да, недопущения в дальнейшем. Все-таки какие вот существенные условия в договоре должны быть отражены для того, чтобы как было интересно как заказчику, так и исполнителю, чтобы потом вот не было, ой, компания сейчас стоит дороже, продукт мой стоит дороже, хочу еще. Вот какие вот границы есть какая-то вот четкая? Ну, здесь, на самом деле, все зависит от того, на какой стороне вы выступаете. Если вы на стороне заказчика, то здесь, конечно, по максимуму отчуждение всех возможных прав, анонимное использование, в общем, абсолютно ограничение. В общем, все, себя снимаем. Да, 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 все. Никаких прав у вас уже как бы не останется. Ну, если я была бы заказчиком. Ну, и кроме этого, конечно бы, я бы суровые, очень такие жесткие требования в отношении компетенциальности информации установила бы. И очень многие заказчики это делают, особенно крупные. То есть они требуют от IT-компании внедрения режима коммерческой тайны. Это крайне важно. И за это тоже IT-компания, за нарушение этих правил, которые, знаете, порой в самых неожиданных моментах выражаются. Например, вот недавно мы обсуждали случай, очень интересное нарушение коммерческой тайны, когда девушка на работе сделала селфи, ну, просто в офисе. На селфи был виден кусок документа. Этот документ увидел заказчик, это был их договор, и, собственно, наложил штраф, его не удалось оспорить. И IT-компании пришлось платить действительно внушительный штраф и внушение соглашения о конфиденциальности, которое было подписано. Поэтому, будучи заказчиком, я бы, конечно, вот эти меры бы предприняла и попросила бы своего контрагента, исполнителя тоже очень ответственно отнестись к этому вопросу своей компании, предупредить всех сотрудников о том, как это важно, что делать можно, а что нельзя. Ну, поскольку, опять-таки, вот исходный код — это основной актив, и когда речь идет о заказе мобильного приложения или любого иного программного продукта, этот программный код, программный продукт — это и есть основная ценность. Это то, за что платят деньги. Самое главное, да, то есть не оболочка, не рисунки, а именно код. Да, абсолютно, точно. Интересно. Я думаю, что, может быть, у наших телезрителей есть вопрос. Так, да, конечно. Микрофон, будьте добры. Добрый день, меня зовут Трифна Регина, я из университета юстиции. Мне хотелось бы вообще затронуть тему стартапов, как правильно сконструировать сделку, исходя из договоренностей с инвестором и своих интересов. Спасибо. Это вы со стороны стартапа, да, выступаете сейчас? Хорошо. Это важно, опять-таки, потому что, когда речь идет о структурировании инвестиционной сделки между стартапом и инвестором, мы говорим, наверное, по большей части о бизнес-ангелах, верно? Не о фондах. А в чем разница бизнес-ангела? Безвозмездно, а фонды что-то… Нет, на самом деле все возмездно. Просто бизнес-ангелы – это, как правило, частные инвесторы, которые выступают на первом этапе инвестирования в стартап. Все зависит, конечно же, от стартапа. Если это какой-то крутой, большой технологический стартап, то там несколько будет этапов инвестирования. Если это просто, ну, как бы, ваше дело, это может быть классический бизнес, но так принято, что мы, как бы, сейчас любое новое дело, в которое вкладываются какие-то деньги от частных инвесторов, если это, там, не знаю, не ваши родственники, которые делают это безвозмездно, то мы, ну, не мы юристы, а вообще как-то так принято, что стали называть это тоже стартапами. Так вот, что предусмотреть, если вдруг вы решили организовать свое дело, даже будучи, например, юристами, таких тоже прецедентов довольно много, и незнакомый вам человек решил инвестировать в это дело деньги. Здесь, конечно, необходимо сразу на берегу договориться о том, какие будут доли, и имейте в виду, что если на стороне инвестора будут сильные юристы, скажем так, они попытаются юридически подготовить документы такого рода, которые в случае недопониманий не позволят вам принимать какие-то решения. Соответственно, вам, как юристам, конечно, легче, вы сможете эти все нюансы сразу разглядеть, увидеть, обратить на них внимание, и проговорить со своим инвестором. Но очень часто, к сожалению, если мы говорим о технологических стартапах, то на это просто порой не хватает времени, поскольку стартап идет, развивается, разработчики работают, необходимо вливание новых денег, и в силу этого многие стартапы, скажем так, немножечко игнорируют вообще саму необходимость обращения хоть к каким-то юристам, чтобы им хоть что-то показали и рассказали. И в силу этого, естественно, возникают в дальнейшем непоправимые порой последствия, потому что стартапы, скажем так, инвестирование в стартапы, оно может быть разным. Это может быть займ на компанию, это может быть личный займ, это может быть продажа доли, это может быть опцион. В общем-то, вариантов довольно много, и продолжать как бы можно, все зависит от того, как вы договорились с инвестором. Просто важно знать о том, что механизмов и вариантов довольно много. Но, к сожалению, в силу, к сожалению или к счастью, это, конечно, вопрос. На самом деле, в последнее время, я очень об этом люблю просто говорить, об этой боли, о том, что в последнее время очень часто мы слышим повсюду, недавно мы были с коллегами на вечерном форуме, и снова услышали о такой конструкции, как конвертируемый займ. Вот опять. То есть, к нам подходит человек, который развивает свой стартап, он ищет инвестиции, и говорит о том, что вот я сейчас планирую с помощью конвертируемого займа привлекать инвестиции. Но проблема заключается в том, что, к сожалению, опять-таки или к счастью, в рамках российского законодательства конвертируемый займ все еще не предусмотрен. То есть, рассматривали такую возможность... То есть, это пробел, да? Да, да, его нет. А что сущность конвертируемого займа? В чем он заключается? Да, сейчас расскажу. Просто я к чему веду, к тому, что конвертируемый займ... В чем? Ладно. В чем? Хорошо. Понимать, потому что мы здесь не совсем подвинутые люди. Конвертируемый займ — это такой механизм, назовем его общим словом, иностранного, зарубежного права. В чем его суть? Суть заключается в следующем. Инвестор говорит, я вам даю деньги как бы взайм, но если вы станете классными ребятами и начнете получать какую-то... Ну, не прибыль, но дойдете до какой-то точки определенной. Вот нами с вами. Вот я инвестор, я говорю, вот если вы дойдете до вот этой точки развития, грубо говоря, и ваша компания будет стоить столько-то, то в этом случае я куплю долю вашей компании, но со скидкой. То есть, если стоимость компании увеличивается, то и стоимость доли увеличивается. Мы это понимаем. Соответственно, инвестору почему выгодно на раннем этапе включиться вообще в компанию и дать свои деньги по конвертируемому займу? Потому что он как бы ничего не проигрывает. То есть, с одной стороны, он может купить долю со скидкой через годик, например, когда компания вырастет, либо он может забрать деньги назад, потому что это конвертируемый займ. Именно. То есть займ, вот тут важное слово. Но я разговаривала с одним, со своим, скажем так, знакомым, IT-предпринимателем, и задавала ему такой вопрос, а часто ли вообще инвесторы забирают займ обратно? И он мне, ну то есть именно в Америке мы говорили про американских инвесторов. Это он мне сказал. Не знаю, как есть на самом деле так или нет, и как вообще ситуация на сегодняшний день обстоит именно в этом смысле. Но он сказал, что инвесторам очень часто, скажем так, невыгодно забирать деньги назад, потому что они понимают, что они, компания оставляет абсолютно без денег, и если деньги он забирает, то есть он забирает при условии того, что все-таки стоимость компании не выросла, то в этом случае компания просто разоряется, банкротится, и это большие финансовые проблемы возникают у учредителей этой компании. Это что говорится о конвертируемых займах. Так вот, кстати говоря, когда нас просят структурировать конвертируемый займ вообще юристов, не только нас, нам приходится каждый раз объяснять, что конвертируемых займов не существует, к сожалению, в нашей правовой действительности Российская Федерация, и мы просто выбираем механизмы, которые более-менее как-то отвечают тем или иным запросам инвесторов. Как тогда, может быть, поменять юрисдикцию, то есть фирму, например, зарегистрировать за рубежом, чтобы этот инструмент полноценно работал? Есть какие-то рекомендации? Вы используете такие инструменты? Ну, вообще, как бы, да. Иногда, когда в этом есть необходимость, как правило, стартапы эту необходимость осознают сами. Как правило, скажем так, стартапы на начальном этапе делают все максимально для того, чтобы выйти, на самом деле, на зарубежный рынок, поскольку есть и уже привычные, скажем так, большинству инвесторов, ну, я имею в виду, мир, да, механизмы правовые, которые позволяют, в том числе, конвертируемый займ, которые позволяют по, скажем так, обычаям делового оборота, в других странах это обычаи делового оборота, по понятным нормальным механизмам структурировать свои сделки. То есть, когда не приходится тратить, там, два месяца на то, чтобы согласовать условия инвестирования, это очень долго для стартапа. А там это просто удобнее, ну, и вообще инвесторов гораздо больше. Мы говорим о США, естественно. А есть такие страны, да, так называемые офшоры, да, то есть, где наибольшее количество вот этих стартаперов и так далее регистрируют свои фирмы? Ну, есть практика, какая-то статистика, практика? Офшоры. Или это коммерческая тайна, нет? Нет, на самом деле, это не коммерческая тайна, абсолютно нет. Я, конечно же, ну, не советую прямо регистрироваться в офшорных зонах, все-таки, как бы, это не совсем удобно и, наверное, не совсем правильно. Но, если говорить вообще в целом о странах за рубежом, естественно, это все зависит, на самом деле, от цели компании. Если идти стартапу, у него есть деньги на то, чтобы переехать в офшор, какой-нибудь, у него там есть, не знаю, порядка 10 тысяч долларов для того, чтобы открыть компанию вместе с расчетным счетом, для того, чтобы не укрываться, оптимизировать, свое налогообложение, то есть, очень часто, как бы, к нам еще ни разу не обращались, чтобы укрыться от налогов. Ну, как бы, я не знаю, может быть, у нас клиенты такие хорошие, добропорядочные. Да, к нам все еще не обращались, очень странно. Это действительно так. Вот. И зачастую, как бы, действительно, хотят зарегистрировать свою компанию за рубежом, для того, чтобы было удобнее найти инвестора и действовать в рамках другой правовой системы, и для того, чтобы немножечко сэкономить на первых этапах на налогах, потому что создаются в некоторых странах действительно очень такие приятные зоны, освобожденные от налогов вообще. то есть, как бы, именно для, например, IT-бизнеса. Вот вопрос. Как лучше заказчику заказывать продукт, будучи физическим лицом, например, индивидуальным предпринимателем, или же юридическим лицом? То есть, есть какие-то тут рамки? Ну, то есть, например, вы разработчик, я там либо ИП, либо физлицо, либо юрлицо. Как лучше приобрести у вас продукцию? А если я разработчик? Да, вы разработчик, я заказчик. Так, и если я физическое лицо? Да, вы физическое лицо. Кем лучше быть все-таки? Юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем? Есть какие-то нюансы? Ну, здесь только как бы налоговые, на самом деле, нюансы. Не более чем, да? С точки зрения права я не вижу проблем. То есть, специфики тоже нет, да, при регистрации, например, ООО, в IT-сфере, нет? Ну, в IT-сфере, конечно, опять-таки, да, на самом деле, в IT-сфере то же самое. Здесь вы можете выступать, как ИП, как общество с ограниченной ответственностью, здесь проблем в этом смысле нет. Здесь все зависит от того, скажем так, какие у вас планируются обороты, какое вы системное налогоблажение планируете выбрать, от того, как вы будете начислять зарплатные платы и так далее, и тому подобное. Только налогоблажение, да? Ну, по большей части, да, как будто тут ИП, ООО, нет разницы. Но главное, как физик, не осуществлять свою предпринимательскую деятельность. А то это немножко незаконно, слегка. Интересно. В начале передачи мы говорили про исходный код. Давайте, может быть, еще раз вернемся, какие-то особенности затронем данного исходного кода, да? То есть, поговорим более предметно о нем. почему это важно и какие были вообще судебные решения, прецеденты, споры в отношении данного исходного кода в вашей практике? Так, по поводу исходного кода. Вообще, как бы, по закону программный продукт, про который мы все время говорим, это программа для ЭВМ. И многие компании на сегодняшний день, скажем так, зачастую это требует их крупные заказчики, особенно, когда мы говорим о тендерах, они свои программы для ЭВМ регистрируют в качестве программ для ЭВМ. И получается свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. Это то же самое допонирование. Они, грубо говоря, государству показывают, вот смотрите, вот наш исходный код. Это мы его придумали, он наш. И, соответственно, в дальнейшем, как бы, ну, как бы, использовать его тоже как средство защиты. Вот это свидетельство. это один из способов защиты исходного кода. Для чего он нужен? Каким образом еще с ним работать? По коду судебных решений. А, судебные решения, да, здесь на самом деле тоже. Это все вытекает из способов защиты, как вообще, откуда они все взялись, эти способы защиты, как раз таки из тех проблем, которые возникли и возникают. Это те самые работники, которые начинают предъявлять претензии своим работодателям, которые не выплатили им вознаграждение. Это компании, которые разработали подобное или похожее какое-то программное обеспечение. И возникает спор, все-таки, кто прав, кто виноват, кто может использовать его, кто не может использовать. Собственно, для этого судебные назначают зачастую экспертизы, проверяют прямо на сходство эти коды, проверяют. И, соответственно, если они похожи, то в этом случае на нарушителя этих прав, правообладателя, я имею в виду, накладывается довольно серьезный, назовем его штраф. Вообще, это компенсация. И компенсация на сегодняшний день может достигать 5 миллионов рублей. Может быть возмещение убытков. Это если говорить о, скажем так, незаконном использовании результата интеллектуальной деятельности. Но, опять-таки, мы понимаем, что оно может быть разным. То есть, одно дело, когда вы придумали похожий код и похожую программу, и ее используете. Другое дело, когда вы просто скачиваете лицензионный какой-то продукт без лицензии. Ну, например, какой-нибудь Microsoft Word. Мы его скачали бесплатно, не купили его. или антивирус, как это сейчас. Да, да, да. Или там, не знаю, какую-нибудь правовую базу себе тоже скачали просто так бесплатно. Вот. И мы понимаем, что, ну, должны понимать в этот момент, что мы нарушаем права правообладателя, и к нам может какой-то могут в какой-то момент постучаться и, собственно, наказать за это. А если вы еще юридическое лицо при этом, то штраф, конечно, гораздо больше в этом случае. Вот вопрос в связи с этим возник. То есть с появлением данных новых общественных отношений получается есть потребность так называемых экспертов. Вот те, кто проверяет этот исходный код, вы сказали, правда? Ну... То есть такие специалисты, они же тоже откуда-то берут. Это кто? Это юристы или же это люди, которые учатся там на технических... Ну, нет, это, как правило, да, это технические специалисты, как правило, да, они юристы. То есть до которых дают заключение, да? Да, да, непосредственно. Ну, а вообще, конечно, на сегодняшний день действительно чувствуется нехватка кадров в сфере IT, несмотря на то, что мы понимаем, что мы находимся в Российской Федерации и я очень надеюсь на то, что в дальнейшем все-таки инвестиционных сделок, в том числе и со стартапами и вообще в IT-сфере их будет больше, и что IT-сферы и компании именно в этой области перестанут, что у меня просто не будет необходимости регистрироваться где-то за рубежом. Вот, но несмотря на то, что действительно есть такой момент, что очень многие компании, которые родились на рынке Российской Федерации, все равно переезжают, такой момент есть. Несмотря на это, юристы в сфере IT пока все еще нужны. И если у нас все-таки будут создаваться условия, необходимые для того, чтобы... Даже не то, чтобы необходимы... Ну да, необходимые условия, я имею в виду, прежде всего, законодательство, которое позволяет нормально, спокойно работать IT-компании в рамках территории Российской Федерации, то, конечно, просто с каждым днем все больше и больше необходимости в IT-юристах будет расти. Это определенно точно. У меня вопрос. Уважаемый телезритель, есть у вас еще какие-то вопросы? Так, микрофон, будьте добры, передайте вопрос. Добрый день. Токарева Ирина, университет юстиции. Мне бы хотелось задать следующий вопрос. Какие перспективы развития направления юридической практики вы видите и насколько емкая данная сфера? Спасибо. То есть, я так понимаю, продолжение вопроса вашего ответа? Да, продолжение. от темы. То есть, сколько юристов нам нужно? Ну, то есть, сколько вообще конкурентов у вас? Есть вообще конкуренты или нет еще? Ну, это, конечно, хороший вопрос. Ну, на самом деле, конкуренты есть, но их не так много, это действительно правда. Какой это будет рынок, это все зависит. Опять-таки, как бы это странно не звучало, может быть, даже пафосно, чуть-чуть, от нашего законодателя, какие будут все-таки у нас инструменты правовые, я имею в виду, для того, чтобы IT нормально, спокойно развивался, не чувствовала опасность на каждом своем шагу и не чувствовала возможности уголовного преследования, если она вдруг что-то придумает новое. Вот. Это как бы важный такой момент и нюанс. Поэтому юристы, которые будут подсказывать и законодателю, и IT-компании, нужны будут обязательно, потому что, опять-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, все-таки на сегодняшний день IT-сфера нас очень как бы плотно окружает в нашей жизни, из нее как бы много... в нашей жизни, скажем так, сейчас мы ее очень сильно затрагиваем, и она нас в том числе. То есть, я уже не говорю о том, что мы просыпаемся и сразу берем в руки телефон, и сколько мы на дню лицензионных соглашений принимаем, это как бы вопрос. Довольно много, я думаю. Ну, то есть... А где вот есть какая-то статистика, где наибольшее количество разработчиков именно данных продуктов? Казань, Москва, Питер, Саратов? Есть какие-то? Нет, есть. Эта статистика, вероятно, есть, я просто не располагаю этими данными, вот, поэтому могу только предполагать, предполагаю, что, ну, наверное... Ну, в общем, рынок есть еще, да? То есть... Ну, пока есть, да. Посмотрим, что будет дальше. Но очень, опять-таки, я лично очень рассчитываю на нашего законодателя. То есть, нужно менять, нужно наносить предложения? Ну, конечно, потому что мы как бы на всех вот этих вот форумах прекрасных, организованных, в том числе, и, скажем так, государственными органами говорим о развитии IT-сферы, мы говорим о развитии технологических проектов, об инвестировании, о венчурном инвестировании в том числе. Но при этом нормальных правовых инструментов у нас не предусмотрено. И до сих пор, когда уже два года или сколько с лишним лет это продолжается, но два года активно, вот как я это вижу, вот эта история с конвертируемым займом, ну, это уже как бы довольно больно. Вот, и почему до сих пор у нас все не происходит и не развивается, тогда как IT-сфера пытается развиваться, непонятно. Все у нас под одним шаблоном, все программа для ИВМ. Я думаю, что как раз-таки это еще одна тема для будущей программы, то есть мы пригласим, возможно, юристов и технических специалистов, да, для того, чтобы дать какие-то рекомендации, чтобы в последующем предложить нашим законодателям все-таки урегулировать данные правоотношения. Да, это было бы прекрасно и бы с удовольствием участвовала. Ну, как бы правда, потому что, мне кажется, возможно, не хватает какой-то инициативы, в том числе и с нашей стороны. Это мои надежды. Спасибо, спасибо. Ну, я думаю, на этом мы завершим нашу передачу. Поблагодарим вас, уважаемые, Марии, за ответы на вопросы.